Диана живет в доме по адресу Музырского 9А с 2018 года. С того момента и до сих пор ее семья мучается из-за постоянно текущей крыши. По словам жильцов, в 2017 году в их доме провели капитальный ремонт кровли. Но по всей видимости, работу проделали некачественно. В 2021 году семья Рябовых вместе со своим юристом доказали это в суде. После чего регоператоры обязали заново отремонтировать крышу. Мы выиграли суд у регионального оператора. Они обещают перекрыть крышу. Вроде как они ее перекрывают, делают ремонт, приглашают нас на крышу посмотреть проделанную работу. Муж поднимается с ними, он смотрит, он говорит, ну да, может быть что-то вы сделали. Я не специалист и не могу оценить правильно, как вы сделали, не сделали, но увидим. И проходит полгода и у нас опять течет крыша. Рябовы надеялись, что их беды позади и на радостях сделали ремонт в квартире. Но, увы, через несколько месяцев ситуация повторилась. В местном ЖЭУ помогли нам попасть на крышу и рассказали, как они борются с протекающей крышей. Периодически в ЖЭУ системы кровлю убираем сосульки. Но бывают моменты протяжки с кровлей квартиры. По словам юриста Виктора Хитрина, гарантия на капитальный ремонт еще не закончилась, а крыша уже протекает. Представитель рекоператора от комментариев отказался. Правозащитник считает, что выход из ситуации один – обращаться в суд. Региональный оператор был обязан произвести ремонтные работы над квартирой жильцов. И, соответственно, он должен был компенсировать убытки, причиненные жильцам в результате затопления. Какие-то работы они провели, но очевидно, что эти работы проведены некачественно. Поэтому мы будем вынуждены обращаться с иском в суд о компенсации убытков, которые причинены новым затоплением. Также юрист заявил, что в прошлогоднем решении суда была начислена неустойка, которую рекоператор так и не выплатил. Сейчас семья Рябовых намерена снова идти в суд и добиваться качественного ремонта. Диана говорит, что боится за своих детей, ведь там, где постоянная сырость, появляется и плесень, споры которой могут оседать в их легких. Анастасия Федорова, Рустам Лукманов, Столичное телевидение, Вся Уфа.